Приветствую вас на канале Панцер Гренадера. Если вы интересуетесь танками Второй мировой войны, то наверняка замечали, что у Тигра и Пантеры опорные катки расположены в шахматном порядке, а не традиционным способом. Кстати, такое инженерное решение реализовано во многих немецких полугусеничных тягачах, бронетранспортерах и даже мотоцикле Кетенкрат. Зачем же это было сделано? Причин у конструкторов было несколько. Если средние немецкие танки имели небольшую массу и вполне приемлемые показатели удельного давления на грунт, то массивные Тигры и Пантеры были слишком тяжелыми для передвижения по пересеченной местности. Уменьшить огромное давление на грунт возможно было только в том случае, если более равномерно распределить нагрузку. Именно это и сделали немецкие инженеры, расположив опорные катки в несколько рядов и в шахматном порядке. Следствием этого решения стало вынужденное увеличение ширины гусениц, которая имела как достоинства, так и недостатки. С одной стороны уменьшалось удельное давление на грунт и повышалась проходимость танка по бездорожью, а с другой стороны это увеличивало и без того немаленькие габариты машины. Так, например, для погрузки и перевозки Тигров железнодорожным транспортом требовалось снимать два ряда катков и менять широкие гусеницы на узкие. В противном случае танк не помещался на железнодорожную платформу из-за своих габаритов. В результате на погрузку или разгрузку Тигров уходило одни-двое суток. Не нужно объяснять, какой хорошей целью для вражеских бомбардировщиков было длительное скопление танков в одном месте. Шахматное расположение катков положительно сказывалось на плавности хода машин, поскольку каждую секунду с землей контактировало больше опорных элементов. Постоянное движение катков вверх-вниз по неровной местности обеспечивает лучшее сцепление с грунтом. Посмотрите на кинохронике, как плавно и стабильно отрабатывает подвеска Пантеры. Плавность хода повышала комфортность вождения танка и уменьшала износ гусениц. Все это заслуга шахматного расположения катков. Примечательно, что за счет большей ширины гусениц и описанной ранее компоновки ходовой, Пантеры имели лучшую проходимость по бездорожью, чем Шерманы, хотя последние были на 15 тонн легче. По мнению некоторых танковых специалистов, шахматное расположение катков также улучшало стабилизацию тяжелого и длинного орудия. Это достигалось за счет общей устойчивости танка. Таким образом, экипаж мог более прицельно стрелять на ходу на дистанции до 400 метров, но только на небольшой скорости и по ровной поверхности. Может показаться, что шахматное расположение опорных катков было очень удачным решением. Однако у него имелись и серьезные недостатки. Самой большой болью для немецких танкистов был ремонт катков внутренних рядов. Он был невозможен без предварительного снятия катков первого ряда. Другой проблемой была грязь, снег и ветки, которые набивались между катками и сковывали движение. Если после этого танк делал еще и длительную остановку, то после заморозков мог и вовсе остаться прикованным к месту. Поэтому чистка катков становилась «любимым» занятием немецких танкистов. Шахматная подвеска также была намного дороже в производстве и сложнее в техническом обслуживании, чем традиционная. А это большой минус для экономики Рейха, которая и так испытывала дефицит ресурсов и работала на пределе возможностей. А как думаете вы, оправдана ли была шахматная подвеска для немецких тяжелых танков? Напишите свое мнение в комментариях. Камраден, чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта Панцергренадер.